Полный определитель птиц Камчатки и Командорских островов издали на полуострове. Над книгой работали около пяти лет. Автор текста, ведущий орнитолог России, доктор биологических наук, профессор Камчат-ГТУ и заслуженный эколог Российской Федерации Евгений Георгиевич Лобков. Издание определителя птиц Камчатки и Командорских островов для нашего региона, конечно, событие не менее чем знаменательное. Да я думаю, что даже не только для Камчатки, это и для России в целом, и даже и для международного туристического рынка, это очень, и для международной науки орнитологической, это очень важное и заметное событие. Дело в том, что определители вообще, в их потребности, вот таких определителей, очень большая надобность у туристов. А то, что на Камчатку приезжает много туристов, и среди них люди, которые хотят видеть дикую природу, хотят понимать, кого они наблюдают здесь, такая книга является просто незаменимым спутником. Поэтому, конечно, издание таких определителей очень актуально и востребовано. И, конечно же, просто уникальная книга получилась, которой могут по праву гордиться все жители Камчатки. Удивительно, что Евгений Георгиевич работал над этой книгой, получается, больше 50 лет, именно такого его стаж. Именно здесь так вырабатывалось по всей территории Камчатки, нарабатывалось и те знания, которые он туда внедрил, в этот определитель. Многие специалисты и исследователи-любители знают о недостатке информации о видовом разнообразии птиц Камчатского края. Ранее орнитологи пользовались в своей повседневной работе определителем птиц Восточной Азии Марка Брейзила на английском языке. Теперь в их распоряжении есть русскоязычные издания, где описаны более 300 видов птиц, обитающих на Камчатке и Командорских островах. Аналогов новой книги не существует. Я очень рад всех поздравить с тем, что выходит свет первый, такой, наверное, полный и хорошо отрисованный, хорошо написанный, снабженный великолепными абсолютно картами определителей птиц для северо-востока нашей страны. И это событие очень знаковое, очень важное, потому что любители птиц в этом регионе получают справочник, который позволит им абсолютно надежно определять любую птицу, которую они могут увидеть и на территории Камчатки, и на территории Командорских островов. Тем более, что и Камчатка, и Командоры – это та метка, куда стремится, наверное, попасть каждый житель нашей страны и посмотреть на красоты этого края. Для того, чтобы это издание появилось на свет, коллектив авторов обработал огромный объем многолетних орнитологических наблюдений в самом отдаленном регионе России. История этих исследований насчитывает почти три века. Издание подготовлено коллективом авторов за счет средств Ассоциации особо охраняемых природных территорий Камчатского края. Но это работа целого коллектива. Вот смотрите, финансировала Ассоциация особо охраняемых природных территорий Камчатского края. Разве мы в состоянии без финансирования издать что-нибудь? Ну, конечно, нет. Поэтому заслуха в этом отношении, безусловно, их. Командорский заповедник взял на себя функции какой-то координации этих работ. Думаете, так все просто, что ли? Да нет. Попробуйте-ка объединить людей с разными точками зрения, с разными мнениями, с разными опытом, с разными позициями отношений, ноенклатуры, систематики. Ну, вот удалось. Авторский коллектив тоже немалый. Ну, конечно, сами авторы. Вот, перед вами автор текста. Есть Юрий Николаевич Герасимов, который подготовил великолепные карты распространения птиц. Есть рисунки, профессиональные рисунки, выполненные, ну, я не скажу, что, прямо самыми классными, но, по-моему, одними из самых классных, самых выдающихся орнитологов нашей страны, Евгением Кобликов и Алексеем Масаловым. А редакторами выступили орнитологи наших двух заповедников, Краноцкого и Командорского. Здесь и Дмитрий Пилипенко, здесь Евгений Мамаев, здесь и Фёдор Казанский. И их тоже, так сказать, никак не у малейших значений. Специалисты отмечают, что камчатская авиафауна сформировалась под влиянием нескольких факторов. Удалённость региона, вулканическая активность и частые циклоны. Список видов птиц здесь постоянно обновляется. Только за те пять лет, что велась работа над книгой, было зарегистрировано ещё семь новых видов. Сейчас насчитывается 373 вида птиц с подвидами. В новом определителе подробно и доступно описан каждый вид и размещены карты районов обитания пернатых. Камчатка совершенно уникальна в антологическом плане. Ведь это не только уникальный миграционный, транзитный путь для перелётных птиц, но и, например, это совершенно потрясающая зимовка белопречья Варлана на Курильском озере, которое самое крупное во всём Тихоокеанском регионе. То есть есть чем гордиться. И вот как раз через популяризацию, через такие определители, через такую работу мы добьёмся того, что я верю, что действительно одной из важнейших ценностей для жителей Камчатского края, для всех, кто любит Камчатку, станет как раз природа, забота о ней, охрана природы. И через птиц это тоже можно доносить. Полный определитель птиц Камчатки и Командорских островов представили 1 апреля, в Международный день птиц. Книгу, предназначенную для широкого круга читателей, в первую очередь доставят в школы и библиотеки края, а затем её смогут приобрести все желающие.